Итак, я всё-таки залез на этот грёбаный толчок. Говорю же, всё-таки упертый. Кстати, я выставил в пояс артефакты, патроны, гранаты. Ну и напомню, что я добавил себе, таким образом, плюс 3% к разрыву. От осколков, гранат, ножей, когтей мутантов там это поможет. И 10 пулестойкости, что поможет при штурме базы бандитов в следующей части. Так. А сейчас нам надо вот сюда. Включи фонарик. Вот жалко на этом костюмчике, хоть это и куртка. Не стоит вообще никакого ПНВ, хоть самого фигового. Кстати, надо будет потом спрыгнуть вниз. Возможно, барахло лежит внизу. О, ещё консерва, блин. Я же заколебусь лечиться консервами. Ммм, так, так, так. Костюмов, как мы видим, нет. И очень темно. О, вроде фонарик засветливать должен. А темно. Вот что за фигня. Я тут не люблю вообще сталкер за такую вещь. Не, ну сталкер-то я всё равно люблю. Не люблю в сталкере такую вещь. Во. Не так я сначала выразился. Это то, что в тёмных местах совершенно плохо видно текстурки. Так, чё тут у нас есть? На полу надо смотреть. По-любому барахло... Ух ты. Штоп меня за ногу. Не зря я всё-таки вернулся. О, лёгкий бронежилет. Ё-моё. Братюня. Моя упёртость вознаграждена. Даже если это будут на самом деле в меню обычные куртки, я не знаю, в моде восстановили эти броники, нет, то это нам вполне поможет. Сейчас я посмотрю. Только вылезу отсюда, выключу долбанный фонарик. Нет, два лёгких бронежилета, которые намного круче, чем наши... Ух ты, 20 пылестойкостей. Ёж, матрёшкин. Ну-ка. Ну, стрелок, вообще красава. Спецназ, блин. Так, ладно. Ну-ка, стопьте, стойте. Ну, блин, прям ОМОН, да. Вот это я понимаю. Крутая снаряга для начала игры. Для начала, не дальше. Так, ну у нас слишком сильный перегруз. Один броник мы оставим, это я его продавать не буду, потому что я не знаю, где и как можно, я не помню точнее, начать чинить броники. Может быть и Сидорыч начнёт чинить броню после этого, после штурма бандитов. Может, нет, я не знаю. Сейчас же мы дойдём до заветного ящичка, скинем всё лишнее, чтобы было место, куда хабар бандитов сложить после штурма их базы. И продолжим снимать. Я продолжу снимать вот здесь, около разведчиков. Ну и там мы часть закончим. Значит, я вам скажу, что этот мод меня троллит. Я нашёл пароль 23-17-05 от компа. И знаете, что я ещё скажу? Что вот за это троллерство, как меня этот мод троллит, мне он и нравится, потому что я не помню ни одного такого мода, чтобы... чтобы заставил меня три раза нудно пробежать туда и обратно. Здесь я даже не устал и не занудился. Так, я, кстати, выгрузил всё лишнее, освободил место для хабара братков, которых мы вынесем в следующей части. Кстати, следующая часть начнётся перед разведчиками, а вот закончим мы эту здесь. Но перед тем, как закончить, давайте осмотрим комп, только сначала я запомню пароль 23-17-05. Бульдозер, запись командира. Понятно. Локальная сеть. Мой компьютер. Вот это, конечно, прикольно. Карта кордона. Северный блокпостер. А то я не знал. Вот тут ещё можно отметить дом. Здесь грузаик смерти перевёрнут. и здесь мельница, здесь туннель. Да карта тупая. Я и то больше знаю. Отчёт за месяц. Файл повреждён. Понятно. Охренительный отчёт. ЧС. Ух ты. Блин, какой красивый город был. Это ещё без саркофага, еба. Да, печально. Так, ну это игры. Я... Ну я не знаю, как тут ездить. Да в принципе, мне не доед. Вот тут сама игра сталкера, а ещё и играть в игре. Ну-ка. Это вот чё значит? Оба. Да ё-моё. Как-то... Ладно, фиг с ним, фигня какая-то. А это чё такое? Понятно. Тоже какая-то музыка. Рапорт плюща. Хех. Ух ты. Скачать в КПК. Потом у себя почитаем. Консуль. Ух ты. Центр обновления, нифига себе. Прикольно. Корзины есть. Корзина пуста, да. Город-призрак. А, Припять. Чё, Андропов, что ли? Или кто? Может, я и путаю, не знаю. Так, Припять. Блин, в этой Припяти, когда она была ещё до взрыва, и то красивее всё было, чем сейчас в нашем городе. Чему у нас так не застроено? Да, красивый всё-таки город был. Ладно, завершаем работу, и давайте-ка посмотрим, чём мы там себе скачали. Рапорт плюща. Ну, интересно будет потом почитать, изучить там, потому что что-то про ЖД-туннель, а это полезная инфа. Ну, а сейчас... Всем спасибо за просмотр, удачи, пока. Подписываемся на мой канал. Как всегда, по традиции, чаще сохраняемся. Ну, и на этом часть заканчивается. И напомню, в следующей части мы начнём здесь, рядом с разведкой. Всё, всем пока. Так, я решил продолжить снимать, потому что я прочитал этот рапорт, и он меня очень заинтересовал. Я понимаю, это немного... Неправильно, что я часть закончил и начал, но ладно. Оно того стоит. В общем, тут рапорт насчёт того, помните, в начале части, самый первый, там трёх сталкеров обстреляли. Так вот, они несли и артефакт ценный. Называется вроде как компас, ну, по описанию. Компас. И спрятали этот компас в севернее АТП. То есть там, где будет по заданию Шустрова лежать... Этот... Лежать... Улучшенный комбинезон бандита. То есть смекайте. В следующих частях мы сможем нарыть компас. Охренительный артефакт в начале игры. Поэтому, если кто-то сейчас играет, вы меня не ждите, поищите компас. Подскажите, где искать, а то неохота по камням прыгать. Хотя, может, его и быстро найти можно. Имейте в виду, полезная инфа. Ну и на этом всё. Точно всем пока.